Кого в замерзшей квартире в Подмосковье интересует стабильная финансовая система Силуанова? Только я свою жизнь живу, мы постоянно с кем-то соревнуемся в том или ином виде, в теплом, горячем, холодном и так дальше. Поэтому даже когда у нас как бы были спокойные, якобы спокойные годы в России, но давайте так, в спокойные годы 30 миллионов населения не вымирает, значит они были условно спокойные. Похоже у нас у всех разные боги и каждый, похоже, работает на разных богов. И не надо далеко ходить, достаточно посмотреть Первый канал и РТР, там и Камеди Клап и все остальное, вы поймете каким богам они молятся. Поэтому коммунальные аварии в Подмосковье, это то, что касается людей, они это видят, это у них квартира замерзла. Такая катастрофа по всем направлениям. Почему я практик? Потому что меня во все дырки за эти 20 лет посували. Вот где горит, туда носом тыкнули, вот теперь ты практик еще и по этому лотку, понимаешь? Все понюкал, во все дерьмо нас промышленников усунули. Я себя ставлю на место глобалиста, я говорю, ребят, надо с войной заканчивать. Просто потому, что все необходимые мероприятия по контролю за населением, цифровизация, углеродный след, счетчик в одно место, чтобы пукали подконтрольно не только коровы, но и люди. Это все надо делать, а как вы будете делать, если у нас кругом войны? Это я увел тебя в эмоции. Так все-таки, значит, что с адаптивностью российской экономики, которая была в 22-м и 23-м, может исчерпаться? Так, формальный эксперт. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые зрители, друзья, вы на канале АБН, я Александр Бабылев и на связи со студией директор Череповецкого, литейно-механического Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, рад тебя приветствовать со всеми прошедшими. Здравствуйте, друзья, коллеги, зрители, ну и те, кто к этим категориям относится тоже. Слушай, я забыл, что мы с тобой в эфире на вы, то есть мы на вы, матом не ругаемся, значит, в конце прошлого года. В сетке канала были астрологические прогнозы на 2024 год. Это было интересно примерно половине аудитории канала, другая половина, скажем так, не фанаты астрологии, остались недовольны. Ну что, Владимир Николаевич, вручайте, давайте на 2024 год посмотрим с точки зрения экономики, политики. Ну то есть в такое время будем считать, что астрологические прогнозы это были вкусные конфеты, настало время невкусных конфет из новогоднего ассортимента. Но пусть люди хотя бы будут готовы, правильно? Пускай будут готовы. Как там у нас было в свое время? Всегда готов? Мы с тобой тренировались, мы с тобой всегда готовы. Да уж, значит, начну с вопроса разогревающего, и он же провокация вопрос. Есть такой документ, который вы очень хорошо знаете, на Ветхий Завет. Есть там такие притчи Соломона, есть в этих притчах глава 21, где сказано «Всякий путь человека прямо в глазах его, но Господь взвешивает сердца». После взвешивания сердец тех, кто отвечал за экономику, а значит за выживание людей, за качество их жизни, как вы думаете, многие ли оправдаются перед ним с большой буквы? Хороший вопрос, и в самом вашем опросе есть ответы. Те, кто управлял экономикой и отвечают за уровень благосостояния тех или иных людей, как они отчитаются? Дело в том, надо определить, за уровень благосостояния каких людей отвечают те или иные люди, которые отвечают за тот или иной уровень экономики. И я подозреваю, что люди, которые отвечают за экономикой, они честно отчитаются, что за уровень тех людей, за которые они боролись, они смело могут сказать, что вот эти люди точно по максимуму получили все, что должны были получить. И 20 богатейших семей России за год стали богаче на 50 миллиардов долларов США. Поэтому с точки зрения отчитаться финансовым руководителям на том или ином блоке, им удастся, у них даже есть очень серьезные достижения, показатели. В мирное время они таких показателей себе позволить не могли. А сейчас получилось. Это первое. Поэтому с точки зрения отчета, с вами у нас все в порядке плюс 50 ябдов вели не получите. Это первый момент. Теперь как бы момент второй. Вот буквально на днях проходит какой-то очередной форум, где выступают наши финансовые, элитные, там Силуановы и прочие ребята с фамилией, которые уже скоро, наверное, у нас в народе будут такие же ругательные, как и рыжеспециально, так скажем. И рассказывают о том, что как здорово Россия выдержала все финансовые моменты, риски. И все вот это все благодаря в том числе бюджетному правилу, которую, как мы знаем, с точки зрения тех, кто за развитие страны, за технологии, именно похоронила в нашей стране все, что касается развития технологий. Было похоронено именно благодаря этому самому бюджетному правилу. И они, видимо, перед подготовкой этой самой соломоновой отчетности, рассказали, как здорово они сделали, что и до сих пор это правило действует, и дальше будет действовать. И это очень хорошо, потому что это привело к устойчивому финансовому развитию и устойчивости финансовой системы. Ну, про устойчивость финансовой системы я бы не стал бы торопиться, с учетом некоторых международных сейчас новостей, которые очень серьезно доставляют... А позвольте, я зачитаю с металлом голоса. От РБК выраженных в евро активов ФНБ не осталось. 114 миллиардов китайских юаней, 232 тонны золота в обезличенной форме. В обезличенной форме 573 миллиона евро была реализована за 2,9 триллиона рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. То есть у нас евро ноль. То есть мы кому-то продали миллиарды евро за рублей? Да. Друзья, прервемся на пару минут, а потом вернемся к эфиру. Каждый год на рынке появляются новые цифровые проекты и технологии, которые нужно реализовывать. Этим занимаются IT-специалисты. И у этой сферы деятельности есть очень весомые преимущества перед всеми другими видами занятости. Например, в сфере IT очень нескучно. Рабочие инструменты постоянно обновляются, а задачи можно решать с помощью абсолютно разных подходов. Скорее всего, придется много читать и изучать. Как говорят программисты, книги об IT устаревают еще по пути на книжную полку. Это очень динамичная среда и творческая. Такой своеобразный источник вечной молодости в ментальном, а значит и в физическом смысле. Ну а если ты не стоишь на месте, значит ты растешь. Возможности карьерного роста тут практически не ограничены. А вместе с ростом квалификации растет и вознаграждение за ваш труд, что тоже, согласитесь, немаловажно. Специализаций тоже очень много, но есть и универсальные специальности. Например, Full Stack разработчики. Это самые универсальные специалисты в веб-разработке. Они в одиночку могут создать сайт, веб-приложение, бота, причем как внешнюю, так и внутреннюю части проекта. Поэтому их востребованность высока и работу дателя готовы платить достойные деньги за их услуги. Зайдите, убедитесь сами. Их ищут такие компании, как Сбер, Яндекс, Билайн, Росбанк. Предлагают в среднем 180 тысяч рублей, а есть вакансии на оклад 350 тысяч рублей. Итоговая сумма зависит от того, какой у вас опыт и с какими технологиями вы умеете работать. И это очень важный момент. От него следует оттолкнуться при выборе места, где вы будете учиться. Я в очередной раз предлагаю вам выбрать онлайн-школу Skill Factory. Именно потому, что обучение здесь построено на практике и получение опыта в процессе учебы. Курс Full Stack разработчик на Python один из самых интересных, поэтому тоже рекомендую. На нем вы с нуля научитесь программировать, даже если вы раньше этого никогда не делали. Сделаете 10 проектов, разные сложности. Пройдете стажировку и поучаствуете в хакатоне от реальной компании. И к концу курса у вас будет уже готовое портфолио и опыт в резюме, с которым вы сможете трудоустроиться и начать карьеру штатного Full Stack разработчика. Или на фрилансе, как вам больше нравится. Лично я бы предпочел фриланс, но это я. А вы определяйтесь, как вам удобнее. Все, о чем я сказал, позволяет мне лично вам рекомендовать пройти обучение именно в Skill Factory. Ссылка на курс будет в описании и в первом закрепленном комментарии от канала. Переходите, регистрируйтесь. А вот уточнить бы страну, в которой мы евро продали за рубли. Это надо в бухгалтерию. Нас туда не пустят. Нет, подожди, подожди. Нам же как рассказывали, для чего вообще мы держали резервы? Помнишь, для чего нам же Силуанов, тот, который стабильность финансовую обеспечивал, он же нам объяснял, зачем нужны были огромные резервы, превышающие наши годовые объемы в торговле с Евросоюзом и с Америкой. Для того, чтобы, в общем-то, гарантировать там что-то там в этих самых отношениях торговых. Так? Верно? Поэтому евро были на тот случай, что если нам что-то потребуется, мы этими еврами рассчитаемся. Верно? И вот за эти евро мы могли купить что-то там в Европе. И оплатить этим самым в Европе. Теперь у нас этих евро нет. У меня возникает вопрос. Вот за них мы могли купить, а теперь у нас вместо евро у нас рублей. Которые мы сделали что? Мы их напечатали? Нет. А что мешало нам раньше напечатать эти там 3-4-5 триллионов рублей? В чем проблема-то? Вот у меня вот здесь возникает масса вопросов. И такую вот параллельно информацию о том, насколько миллиардов мы сейчас купили облигации Соединенных Штатов, параллельно с тем, что у нас пропали евро, у меня возникает смутное сомнение, что не совсем рубли мы их перевели, эти самые евро. То есть, если мы уже с американцами решили укатрапупить промышленность Европы, в том числе мы должны перевести были евро облигации в долларовые облигации. Ну, нам же нельзя сказать, что мы в долларовые перевели. Да, в отчете появилось, а вот здесь, это один момент. Но другой момент, мы же уходим от обращения в долларах, верно? Поэтому сейчас тут свежая информация, что почему-то переход на национальные валюты тоже не здорово нас спасает. Вот сейчас в Турции мы уже не можем рассчитываться ни в лирах турецких, ни в рублях. Это уже информация, если в конце декабря она казалась странной, то теперь уже как бы взвыли все, что что же происходит? У нас параллельный экспорт шел потом, ни в рублях не принимают, уже есть проблемы с Китаем. Здесь, конечно, тоже отдельный разговор, и я думаю, это долгая тема, почему так получается. Потому что ни Турция, ни Китай, как страна, та и другая, не заинтересованы в том, чтобы прекратить экспорт своей высокотекущей продукции. А вот вопрос возникает, почему банки действуют в этих странах, в этих странах, в том числе в Китае. Банки действуют, но, так скажем, не совсем в интересах. Под угрозой вторичных санкций Минфина, о которых Минфина США, не Силуановская, пардон, вынужден уточнить, о которых было объявлено в декабре. Так, секундочку. Таким образом, мы с тобой очень аккуратно подходим к той мысли, что финансовая система не только в Российской Федерации, но и в других странах, даже таких, как Китай и Турция, контролируется внешними финансовыми силами. То есть, мы с тобой подходим к тому, к мысли уже, которые все поняли, что противостояние промышленного и финансового капитала, это не история одной отдельной этой страны, это глобальная история. И в этой глобальной истории идет бойня по полнопрограмме. Потому что финансовые власти, внешние финансовые власти, заставляют такие страны, как Китай и Турция, ограничить свои... Части взаиморасчетов в долларах, в национальных валютах рассчитываются. Посмотри последние новости, лиры и рубли между турками тоже. Нет, я Китай имею в виду, Китай. С Китаем пока... Ну, у нас нет клиринга в расчетах. То есть... В общем... ...продаем. Поэтому, обращаясь к следующему году, я скажу так. Переживать по поводу того, что впереди будут серьезные бои на разных фронтах, я бы не стал просто потому, что они должны быть, потому что... Ну, сколько я свою жизнь живу, мы постоянно с кем-то соревнуемся в том или ином виде. В теплом, горячем, холодном и так дальше. Поэтому, даже когда у нас как бы были спокойные, якобы спокойные годы в России, ну, давайте так, в спокойные годы 30 миллионов населения не вымирает. Значит, они были условно спокойные. И, может быть, пора дома было проснуться. Ну, да, сейчас период противостояния. Но меня смущает другое, что... Так уж, если честно, вот последнее выступление, которое я вижу у финансовых властей, причем они поддерживаются руководителями самых высоких рангов нашей страны, сейчас подтверждаются правильные действия и Центрального банка по потере наших резервов, заморозки, о том, что у нас высокая ставка РФ Центробанка. Все это уже хорошо, все это уже правильно, это все было сделано разумно. И то, что у нас бюджетное правило, по которому мы с вами потеряли 16 триллионов долларов, это тоже все правильно, все хорошо, это стабилизировало нашу систему. Елки-палки. Вот вопрос, а сколько надо было из страны еще вывести долларов, чтобы система стала совершенно стабильна, так вот и хотелось бы спросить у этих ребят. Поэтому в данной ситуации меня смущает не то, что мы сейчас в противостоянии, ну, я как представитель явно промышленного капитала, так скажем, я в противостоянии с финансовым капиталом. Я четко слышу сигнал. Финансовые капиталисты, финансовый капитал, международный финансовый капитал, наднациональный финансовый капитал в нашей стране, в России, начинает очень резко повышать ставки и голову. И более того, я вижу, как они захватывают одну высоту за другой. В конце прошлого года заговорили о том, что необходимо национализировать оставшиеся государственные активы, причем такие активы, которые объединенно-аверсативная корпорация, судостроительная корпорация, нефтехимические холдинги, которые добывают сырье и перерабатывают. А ЛРОСу надо приватизировать. Ребят, мы точно сейчас с вами находимся в ситуации левого поворота, и необходимо, если так сказать, учитывать мнение, скажем так, беднейшего и среднего населения. Поэтому с точки зрения того, что перед кем отчитаются финансовые руководители, перед тем, кто их назначал, и чьи интересы они защищают, у них отчет просто шикарный. На 5,5 плюс-плюсом. Ну, а с точки зрения вот населения обычного, то есть нас с вами, здесь тоже момент, который, в общем-то, я не хотел бы, чтобы кто-то испытывал иллюзии. Почему вообще кто-то считает, что в данной ситуации народ должен рассчитывать на повышение уровня благосостояния? Почти два года идет вооруженное противостояние. Это понятно, но я сейчас о другом. Наши руководители, и я с ними в этом плане согласен, четко обозначили, что у нас есть риск распада и фрагментации страны. То есть в ситуации, когда идет очень серьезное противостояние, причем горячее вооруженное противостояние, есть риск распада и фрагментации страны. В этой ситуации говорит о том, что мы должны быть настроены на повышение уровня жизни каждого отдельного из нас. По поводу все-таки взвешивания сердец. Ваш вердикт каков? Как таинственная рука на перу Балтасара начертала? Вот давайте так. Лишьком легкие? Вот по мне, по мне. Похоже, у тех, кто по разные стороны баррикад, их тут много, похоже, у нас у всех разные боги. И каждый, похоже, работает на разных богов. И не надо далеко ходить. Достаточно посмотреть первый канал РТР, там и Камеди Клап и все остальное. Вы поймете, каким богам они молятся. Мы про это поговорим отдельно, Владимир Николаевич. Очень хорошо, что вы подняли тему. Поэтому без комментариев. Как они считают, для тех богов они сделали все, что необходимо было сделать. Ну, а любые боги любят жертвы. Ну, что делать, если мы по их вере относимся к жертвенным животным? Это наша проблема. Мы можем ее решать или не решать, но хотелось бы, по крайней мере, себя в этом не обманывать. И когда вы себя будете не обманывать, а объективно оценивать реальность, вы перестанете хотя бы удивляться и разочаровываться. Потому что я, допустим, совершенно не разочарован. Я другого не ожидал. Это абсолютно прогнозируемая ситуация. По всем направлениям жизни в нашей стране. От авиационных достижений до аварий в коммунальных хозяйстве, которые просто не могли не произойти. И дело не в отдельно взятой компании, которая там или котельная, или главного инженера какой-то котельной. Которого, кстати, посадили. Об этом тоже поговорим. Ну, предугадывайте темы, ладно. Нет, ну вот эти вещи, они все совершенно прогнозируемы с точки зрения логики. Если, конечно, кто-то имел отношение, но если уж не к советской школе, то хотя бы арифметике первых классов тех времен. Второй вопрос у меня увязан с первым. При ставке 16% промышленности, той, которую не поддержали бюджетным импульсом, давайте так, но ее быть не может. Ресурсы продаются все сложнее. Меня вот просто возмутил случай, когда несколько танкеров с российской нефтью наши индийские партнеры, возьму это слово в устные кавычки, отказались принимать, потребовав скидку чуть не 40%. И сейчас проблема продолжается. Индия объявила о том, что, да, вторичные санкции, то есть она вот эту тему китайско-турецкую сейчас поддерживает. Складываем первое, второе, третье. Что получается, Владимир Михайлович? Я вот не понял, вы по какому поводу расстроились? То, что монополист по закупке, единственный покупатель нас загнал под шконку или указал место у параши? А что, у нас в стране бизнес работает не по таким же принципам, как сейчас работала Индия? Я вам скажу историю от завода, на котором я сейчас работаю. В свое время, лет так 20 с лишним назад, этот завод был практически уничтожен одним великим холдингом металлургическим. Просто потому, что 98,7% продукции нашего небольшого завода шло на него. И он просто выкручивал руки, уничтожая, добивая здесь все, добивая снижение цены. Понятно, да? И, в принципе, практически завод был уничтожен. Тут даже забора не осталось. Одно название было от завода. Потому что был монопокупатель, который, по большому счету, нас и уничтожал своими условиями. И мы не могли с ним не согласиться. 40% дисконта, 90% дисконта. Какая сих разница? Вот сегодня у нас на заводе нет ни одного покупателя, который бы имел в годовом объеме выражения более 2% потребления нашего предприятия. Ни одного больше 2%. А так процент 1,5%. Их уже сотни. Поэтому никто из них не может мне диктовать условия, куда и почем, как мне продавать то, что я создаю. И у меня продукт уже не моно, а дефенсифицирован по отраслям и по географии. Теперь ситуации, когда мы в нашей стране, ну не мы, а отдельно взятые финансовые гении, уничтожили наш российский высокотехнологичный передел, машиностроение и так дальше, возникает вопрос, ну хорошо, у нас элементарно, элементарно, мы не знаем, куда деть нашу нефть. Никто не покупает. Остался один покупатель там Индия, условно говоря, и она может нам руки выламывать в любую сторону, хоть влево, хоть вправо, а сами мы ее не перерабатываем. Ни в пластик, никуда, ни в другое место. И просто возникает, ну а как вы хотели? Вы хотите, чтобы на рынке, мы же приезжем к своей рыночной экономике, ну те, кто, помните, когда в Думе две фракции, условно говоря, левые, коммунисты и справедливороссы, поставили вопрос, а не пора ли нам вводить в России хотя бы элементы планирования нашей экономики? На что было отвечено, ребята, мы привержимся рыночной экономике и никаких плановых моментов, не надо нас вернуть в Советский Союз. Правильно? Правильно. Так было сказано. Но так как вы хотели, на этом рынке все очень просто. Вы с предложением пришли к монопокупателю, монопокупатели вас носом в парашу. Совершенно рыночная ситуация, дело не в партнерстве. С какого перепугу кто-то должен нам какие-то бонусы давать? Нет, у нас же сказано, что мы, значит, уходим с традиционных рынков, потому что там партнеры... Подождите, подождите, вот для меня самый... Я мысль закончу. Мысль закончу. Саш, Саш, для меня самый традиционный рынок это Россия. Самый традиционный рынок. И почему на нашем самом традиционном рынке наши заводы по переработке нефти сегодня останавливаются из-за того, что на Лукойле стоят заводы, потому что были завязаны на ту или иную технологию. Вот наш завод в том числе производит продукцию для нефтехимического машиностроения. В ряде компетенций наиболее сложных переработки углеводородов, там, где процессы урситеза и пиролинда проходят, это получение топлива, это установки водорода, это полипропилен получения, все это, да? Вот мы производим эту вещь. Мы в России вообще последнее единственное предприятие, небольшое. И в этой ситуации я скажу, доля, которую мы занимаем на рынке Российской Федерации, мы единственные в России, наша доля этого продукта на рынке Российской Федерации. 0,002% рынка. А дальше вопрос на засыпку. Мы серьезно считаем, что мы технически независимы, мы даже нефть не можем переработать самостоятельно. Это не самолет сделать, это намного проще. И может быть за два года кто-то начал этим делом заниматься, может быть с нами начало работать государство на предмет снятия рисков, и вот через два года у нас после начала специальной операции начинают останавливаться заводы по нефтепереработке. Ребят, они не могли не останавливаться, никакой помощи, поддержки и даже разработки проектов совместных о том, чтобы где-то перекрыть эти моменты. Вообще не идет разговоров. Вообще нету. Поэтому коммунальные аварии в Подмосковье, это то, что касается людей, они это видят, это у них квартира замерзла. Такая катастрофа по всем направлениям. А мы слышим только у нас финансовая система устойчива. Ребят, кого в замерзшей квартире в Подмосковье интересует стабильная финансовая система Силуанова? Как этот тезис устарел, я извиняюсь, про стабильную финансовую систему. он буквально вот на днях, там же был огромный форум, там Геф выступал, Силуанов выступал, Мишустин сказал, какие вы молодцы, что спасли финансовую систему. Это вот буквально тут день-два прошло. И сидели молодые студенты большими рядами, за красивыми партами и записывали что-то там за ними. Что за ними? Тебя до сих пор удивляет вранье. Вот я хотел сказать, вот у нас ставка сейчас 16%. Если посмотреть февральский прогноз Центрального банка, на это время нам обещали ставку 9,2, а инфляцию 5,7. Ставка сейчас 16%, а инфляцию по-моему 7,5 нарисовали, но это нарисовали. Или 7,3, я вот сейчас цифры не под руками, к сожалению. Это вранье оно уже просто достало. А ты хотел бы, чтобы тебе какую нарисовали инфляцию? Подожди, вот ты какую хотел бы инфляцию, чтобы тебе нарисовали? Я бы никакую не хотел, я бы хотел, чтобы... Ну, во-первых, давай так, инфляция это не ай-яй-яй, не кошмар. Промышленный рост органически сопровождается небольшой инфляцией в пределах там 5 и даже 10%. Ничего страшного в этом нет. Растут доходы населения, это не так чувствительно. А моим третьим вопросом, значит, вот один экономист дал прогноз, фамилии не называю, чтобы опять не навлечь огонь твоей корабельной артиллерии на персонале, вот, значит, он сказал, что мы идем в стакфляцию, то есть промышленный застой с высокой инфляцией. Наверное, согласишься с этим прогнозом? Конечно, соглашусь, потому что, смотри, что я вот наблюдаю, я небольшого ранга теоретик, я человек, как он практик, да, почему я практик, потому что меня во все дырки за эти 20 лет посували, вот, где горит, туда носом тыкнули, вот, теперь ты практик еще и по этому лотку, понимаешь, все понюхал, во все дерьмо нас промышленников всунули, теперь мы, те, кто дожили, невероятное качество практики, понимаешь, поэтому я говорю, действительно, дальше объем производства мы повышать не можем, то есть, это стагнация, да, почему, потому что оборотки банки не дают, переоружать предприятие мы не можем, потому что под такую ставку ни один самый рискованный человек станок купить не может, ну, просто невозможно, повышать производительность труда мы не в состоянии без покупки оборудования, которое нам необходимо сделать, за счет увеличения загрузки мощностей, даже если не есть, мы тоже не можем поднять производство, почему, потому что кадровый голос специалистов невероятный, это уже все признают, то есть, по кадрам мы уперлись, по оборудованию покупать нельзя, по технологиям не получается, оборотку нам не дают банки, стабильно финансовые, поэтому больше вещей обем производства мы физически не можем, так, понятно, а будет ли расти инфляция, конечно будет, почему, спросите вы, она будет расти, потому что если вам надо, а вы сделать не можете, вы будете где это брать, правильно, вы будете покупать это по импорту, в этой ситуации у нас сальдо торгового баланса падает, а раз так, вы должны ослабить рубль, а когда вы ослабляете рубль, чему-то там к юаню или к доллару, а переводите нашу продукцию и наши бытовые все дела и яйца турецкие в том числе на валюту по новому курсу, у вас неизбежно появляется инфляция, ну и все не так, промышленность расти не может, а за счет падения курса у вас инфляция растет, потому что рубль падает, здесь не надо быть большим специалистом, чтобы сложить два и два и сказать, ну да, другого варианта нет, нет, есть другой вариант, и об этом варианте самое странное говорила сама Эльвира Шагибзадовна, которая признала, что если мы сейчас с дуру начнем финансировать развитие нашего производства и в это дело вкладывать деньги, это она говорила где-то месяца через 4 после начала операции, то у нас товарная масса нашего производства начнет расти и соответственно товарное предложение обеспечит снижение уровня инфляции. Это ее слова, я помню прекрасно, я думаю, блин, браво, неужели она перешла в наш этот самый стан, потом понял, что она передумала. Да, но значит стакфляция, знаешь, у нее есть еще одна неприятная особенность безработица, ну по определению, вот в плане безработицы, если мы уж говорим людям к чему готовиться в 24-м году, какие ваши прогнозы Владимир Николаевич? Ну, давайте так, значит, из того, что вижу я, я не думаю, что в 24-м году специалисты рабочих профессий, инженерной профессии столкнутся с этой проблемой. Безработица может настигнуть, так скажем, представителей офисного сегмента. По одной простой причине, они ничего не производят, кроме углеродного следа. Они, конечно, верят, что они очень нужны, они очень полезны, классные торговые центры, они их всех обслуживают, бумажки, но на них где-то надо искать деньги. Откуда деньги все это время шли на содержание этого многомиллионного офисного плантона в наших столицах и других мегагородах? Это своего рода комиссия от перевалки золота туда и бус обратный. Если сейчас золото туда продается дешево, а бусы оттуда дороже, то с чего? А вы не можете сегодня оставить без доходов тех оставшихся случайно недобитых токарей, слесарей, инженеров, которые все равно должны работать. Вот здесь вы не можете сэкономить. А на офисном плантоне можно? Можно. Просто это надо сделать после марта, потому что до марта они могут сообразить и сказать, а мы хотим корыту, стоп, а за корыто что вы? А вы что, поговорили? А ты мне что, офисный плантон? На работу поедешь на час раньше? Ну, приехал ты на час раньше на работу в Москву, Санкт-Петербург, ты на три часа больше просидел в офисе. Что ты произвел, родной? За что тебе платить? Ты кому нужен? Тем более, что я понимаю, к концу этого года ипотечный пузырь неизбежно лопнет, и я представляю... Я хотел спросить, а если стройка остановится? Но это будет безработица среди не наших граждан в основном, да? Неоднозначно. Неоднозначно это... Ну, потому что, да, она потребляет сырье, много есть нюансов. Конечно, часть людей уедет, а часть людей будут ходить по большим дорогам и спрашивать и тех, кто ходит на заводы, а что вы сегодня заработали и не хотите с нами поделиться? С братьями ближними, так сказать, меньшими или большими уже, как там получится. Потому что не все вернутся. Здесь организовались уже организованные группы людей, которые обратно не собираются. У них тут все хорошо. Если у них не будет работы, они будут искать другие возможности заработать. Что у нас нету наших местных российских национальных диаспор, которые никуда не спают уезжать. Ну, мы же все об этом знаем. И, мягко скажем, они не на производстве получают доходы на обеспечение своих диаспор и своих семей, проживающих в том числе не только в Москве. Сейчас такой один личный момент прозвучал, прям вы затронули личную струну. Вот так частенько бывает в наших эфирах насчет того, что макали нас во все дырки куда только можно. Вот российская экономика, которая вот все говорят, что она доказала свою живучесть и в 22-м году, и в 23-м, была таковой благодаря военных терминах благодаря штабу или благодаря комбатам с бойцами. Вот у нас считается, что комбаты, то есть вот директора, предприниматели, ну такие, как мы с тобой, это такие люди тренированные. Мы уже пятый кризис переживаем, сейчас загибаю пальцы, 14-й год, ничего не забыл, 8-й, 98-й, 91-й, да, это пятый уже по счету, ну кроме там мелких всяких черных. Не, ну я бы однозначно сюда добавил и период ковидных ограничений, что там, ну, а я это, я вот считаю, что с 20-го это идет, вот как-то вот, ну, соответственно, вот, это, это да, я абсолютно согласен, но я считаю, это это один, это вот как, как началось с 20-м, как всех посадили, как говорится, по домам, так и до сих пор никак не, только по восходящее идет. Ну вот, меня что беспокоит, может быть, эта адаптивность экономики и ее субъектов, то есть нас с тобой, просто тупо исчерпается в 24-м, мы же, ну, если помнишь, в личном разговоре я сказал, что будет, если я не смогу сырье в турции покупать. Ну, это эмоционально. Я сделаю символический ключ от своего предприятия. Иногда вот так вот сделать... Отвезу его в Белый дом, скажу, ну, раз вы такие умные, давайте там шейте рубашки за меня, а я посмотрю, как у вас получится. Ты сказал мне, чтобы я не нервничал, значит, не нервничай, не нервничай. Хочешь такое сделать, сделай, но не нервничай. Смотри, насчет комбатеров и всех остальных. Вот, благодаря чему что-то там произошло, благодаря чему кто-то там устоял. Значит, давай по-другому. Ты говоришь терминами полувоенными, мы должны были удержать ту или иную высоту, и мы ее удержали. Дальше возникает вопрос, а мы ее удержали или нет? И держали ли мы вообще ее? Понимаешь? Я имею в виду, мы, это не я отдельно, ты отдельно, а страна отдельно, общество отдельно. То, что ты остался пока... Если посмотреть телевизор, да, дай это говорю. Дай это говорю. Дай это говорю. Значит, вот меня душили, душили, не дадушили. Не, не то, чтобы не перестали. Бегают все равно, может быть, в следующий раз получится. За тобой побегают, еще есть кому бегать. Много таким бегают, пытаясь добить недобитые предприятия. под разговоры о развитии технологии за нами бегают, караулят, ищут, подлавливают периодически театрульного очередного предприятия, закрывают его, бегают за новым. Ничего другого я пока не вижу. Основание считать, что мы сейчас попали в ситуацию, когда у нас финансовый снарядный голод закрывается, нас продолжают травить. Всех. Ты говоришь, я тебе говорю, нас продолжают травить. Понятно. Так вот, нас не с комбатами надо сравнивать. Возможно, где-то, у кого-то, на каком-то командном пункте есть свои цели и задачи. И на самом деле, то, чем мы с тобой занимаемся, это не помогает достигать им целей и задачи, а мешает им достигать их целей и задач. По стиранию границ, по уничтожению остатков технологического и финансового суверенитета. А мы мешаем, настраиваем. Нет, мы для них не комбаты. Мы для них тараканы. которых в своем большинстве то покрупнее тех перетравили, а вот мелочь, как клопы, за ними еще надо побегать. То, что крупное, вытравили за последние, там, первые 10 лет после распада Советского Союза. Все вытравили. Авиакром, автопром, автопром, станкопром, кораблестроение. Понимаешь, поэтому говорите о том, что мы там комбаты. Мы для них насекомые вредные, которых надо травить, и они их настраивают. А то, что они настраивают под лозунгами, мол, не переживайте, все будет хорошо. Ну, кто на ферме в колхозе работал, там, в деревнях, может быть, советские кто-то помнит, ну, свинью кололи, не кололи, кололи, ну, сначала надо за ушком почесать, успокоить. Ну, так вот, ну, почешут за ушком. Это не значит, что у вас предстоит близость с хозяином. Возможно, возможно, нет. Или не в этот раз. Это я увел тебя в эмоции. Так все-таки, значит, что с адаптивностью российской экономики, которая была в 22-м и 23-м, может исчерпаться? Так, формальный эксперт. Ну, смотри, если мы выживаем, как тараканы и клопы, то, в принципе, этот состав, субъектной деятельности, он почти не... Кто-то выживет. Кто-то адаптируется, я так скажу. Ну, а для кого-то будет последняя соломинка. Не, ну, после каждой сам процедуры, там, какая-то часть таракана вымирает. Ну, что? И каждый кризис, ну, давай так, вот столько кризисов было, что все пережили? Нет. Каждый кризис, кусок предприятий, тысячи. И больше ничего не появляется на этом месте, кроме торговых центров. Ну, что не так-то? Кто по этому поводу пострадал и там сказал, что-то мы делаем не то? Нет. Ну, 83 тысячи предприятий промышленных было закрыто с момента распада СССР. Ну, Липецкий трактор на завод, Сталинградский трактор на завод. Там плохие комбаты были. Я школьник и был туда на экскурсию ездил. Такое предприятие было красивое. На экспортной линии были очень красивые трактора. Я тогда задал неполиткорректный вопрос, почему на экспорт такие красивые трактора, а на нашим колхозам и совхозам такие попроще. Ну, то есть, там разница была визуально. Были две линии сборки. Я лично все это руками трогаю. Потрясающее предприятие. У меня колоссальное впечатление произвело. Так что там плохие комбаты были, думаешь? Там мужики были. Снарядов не подвезли. Полевая кухня не приехала. Да нет, там снаряды подвезли. Только их подвезли не на машине, а их просто залпом туда. Градом подвозили. Понятно. Что касается санкций, значит, я, знаешь, копался по разному источникам, нет единой цифры, сколько введено. Но она беспрецедентна, в отличие от Ирана, против которого действует 4 900, 4 900 или с какой-то копейкой. Значит, вот по разным оценкам от 14 тысяч, это минимальная цифра, до 20 тысяч. Санкции было введено против Российской Федерации за два года. Будет ли их больше в 2024 году и как будут влиять уже введен? Я хотел сказать, у меня такое было второе дно у этого вопроса насчет ужесточения контроля по уже введенным санкциям. Я же вопрос поставил как, введут или нет. Вот общее мнение экспертное того, что, наверное, ну а что новое вводить, если по старым там, значит, какие-то дырки есть. И вот, что пишет коммерсант. Индия объясняет снижение закупок нефти из Российской Федерации ужесточением санкций. Крупнейший импортер морских партий российской нефти Индия все активнее стала добиваться снижения цен на сырье из Российской Федерации. Власти Индии объясняют перерыв закупков нефти с проекта Сахалин-1 желанием соблюдать установленный потолок цен, условия которого в декабре ужесточили США. отсутствие договоренности между РФ и Инди привело к тому, что около десятка загруженных танкеров сахалинской нефтью сейчас, когда мы разговариваем, простаивают в море, ожидая разборки. Это один пример. Саш, подожди. Я не понимаю этого странного возмущения. Во-первых, объявили потолок 60 долларов за баррель. Объявили потолок? Объявили. Что мы сказали этому потолку? Не будем соблюдать его. Мы не будем соблюдать этот потолок. А теперь берем Индию. И Индия говорит, так, согласно внешнему решению, мы можем купить эту нефть за 60 долларов и даже ниже. А зачем нам покупать за 80? Нет, ну как, Индия, покупай у нас по 80. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. У нас санкции, мы вам честно объясним. Только по 60. Ребят, чтобы, еще раз, если у вас монопокупатель, если у вас не дефектифицированы поставки вашего единственного монопродукта, сырья, если у вас своего производства нет, где вы можете использовать нефть, газ, металлы, если вы себя все это уничтожили, вы будете зависеть от покупателя внешнего. вот в чем вопрос стоит. Тот же полипропилен можно вложить на вклад, он не гниет, он не гниет, он не портится, он может годами храниться, эта крошка полипропиленовая, она переживет, ради бога. Или металлоцветные можно наставить, более того. полипропилен можно произвести, но у нас сами знаете какие расходы бюджета, которые вы сейчас мне скажете можно финансировать из других источников, но до сих пор мы жили в логике, что мы расходы материальных активов, которые намного лучше, чем виртуальные. Выпускаешь материальный рыночный актив, под который в принципе можно имитировать обеспеченную этим материальным активом денежную расчетную Денису, чем я и занимался работой на Беларе. Очень, кстати говоря, проверенный механизм финансирования даже в период кризиса. Ну что, резюмируем, будут ужесточать, а мы, как всегда, не готовы. Я себя ставлю на место глобалиста, я говорю, ребят, надо с войной заканчивать, просто потому, что все необходимые мероприятия по контролю за населением, цифровизация, углеродный след, счетчик в одно место, чтобы пукали подконтрольные не только коровы, но и люди. Это все надо делать. А как вы будете делать, если у нас кругом войны? Вы всуньте счетчик у геродного следа сирийцу, который там, или палестинцу, который там бегает по Палестине. Не всунете, а как их контролировать? Надо что-то делать, надо останавливать эту ситуацию. Он не просто бегает, у нас гранатометов лук. Он еще, совершенно верно. Поэтому в данной ситуации необходимо обе конфликтующие стороны, пока не поздно, пока в других местах не разгорелось, необходимо заставить подойти к какому-то мирному соглашению. Ну что, раз тему авиации затронули, я тут долго уже сдерживаться не могу. Значит, в 23-м году, сейчас уже приходится говорить об этом в прошедшем времени, глобальный юг в целом не подключился к санкциям. И мы запчасти для Боинга, в частности, хоть втридорого и хоть медленно получали через Китай. Но General Electric, друзья, кто не знает, это производитель авиационных двигателей, а не какого-то там, никаких-то электрических приборов, уже требует от китайцев возврата вышедших из строя агрегатов и точных данных, на какой борт будет установлен запасной агрегат. Они все, как правило, намерны. Что будет с авиаперевозками, Владимир Николаевич, с учетом фактора ужесточения контроля за введенными санкциями, о чем мы вот только что говорили, все жалуются, что вот кто в каникулы летал, и наши с вами коллеги, и общие знакомые, что было много задержек рейсов, видимо, из-за каких-то неисправностей. Ну, в ходе предполетной подготовки любой самолет проходит такую проверку. Вот недавно на Абхукете люди застряли, там наш Боинг, аэрофлотский, три семерки, 300Е, значит, встал, и запчасть туда везли аж от Москвы. И увеличивается количество отказов авиационной техники, вот что беспокоит на самом деле серьезно, то есть в воздухе уже. С-7 сказал, что ставит на прикол сколько-то там, 20% процентов авиапарка и 15% планктона, о котором вы только что говорили, значит, соответственно, увольняет от слова совсем. Что с авиаперевозками в целом можете обрисовать с учетом последних новостей на эту тему, что приняли федеральную целевую программу? Давайте так, эмоции в сторону, эмоции в сторону, давай я с тобой по фактам пройдемся, по планам пройдемся. Продолжение следует...